Если бы каким-то образом христианство стало доминирующим, и ты мог бы отдать привилегии христианству при помощи политики, которая бы на уровне закона закрепила христианскую веру превыше всего, стимулировала бы обращение в христианство и даже наказала бы, скажем, за богохульство, и ты можешь заявить, что принуждения в вере нет, и правопорядок все еще существует. Ты никого не принуждаешь к обращению, а просто устанавливаешь систему, в которой христианство имеет привилегированное положение. Прямо сейчас ты сказал, что да, хотел бы такую систему, потому что христианство лучше для всех. Получается, ты хочешь систему, в которой вы правите, и ты согласен, чтобы вице-президентом у вас был мусульманин, вице-президент или вице-король, и в твоем правительстве были бы индусы, буддисты или мусульмане, потому что ты за свободу и равенство для всех. И это не противоречит твоей системе, верно? Да или нет? Давай просто. Позволь мне просто высказать свою точку зрения, потому что это может помочь понять некоторые вещи. Просто ответь на вопрос. У тебя вообще несодержательные ответы, Дэвид. Это большой вопрос. Ты можешь просто сказать да или нет, да или нет. Подожди, здесь огромное недопонимание. Ты считаешь, что эта политическая власть хороша тем, что если ваша группа эту политическую власть получит, то вы сможете продвигать свои интересы. Я рассматриваю политическую власть как нечто, что неизбежно развращает тех, кто ее получает. Посмотрите на христиан, которым на протяжении трех столетий в голову не приходит прибегать к насилию. И внезапно, после достижения политической власти, их преследуют уже несколько столетий. Это довольно естественный вывод, что сейчас нам надо остановиться и никогда больше не оказываться в такой ситуации. Так что давайте выйдем и будем стремиться к тому, чтобы сохранять такую политическую власть. То есть ты считаешь, что христиане никогда не должны получить власти, потому что власть развращает. Поэтому христиане никогда не должны стремиться к власти. То есть ты хочешь жить в мире, где над христианами всегда доминируют другие группы. Нет, я совсем не это говорю. Совсем не это имею в виду. Я говорю, что существует лишь два варианта, Дэвид. Христиане доминируют. У них доминирующая система, которая отдает предпочтение христианству. Или над христианами доминируют. Это единственные два варианта. Это же просто. Какой из них ты выбираешь? Я бы не стал доверять системе, в которой христиане доминируют и навязывают христианство. И поэтому ты хочешь, чтобы доминировали атеисты? Я не доверяю никому из них, кто будет внедрять какие-то привилегии. И вот почему. Что бы ты ни планировал делать, надо делать так, как лучше всего для большинства людей. Это когда правительство согласно с тем, что есть определенные вещи, в которые оно не должно вмешиваться. Если вы, ребята, станете агрессивными, тогда да, мы должны вмешаться в это. Если одна группа собирается починить себе другую, мы должны вмешаться. Но во всем остальном никто тебе не указывает, во что именно тебе верить, не запрещает говорить о другой религии. Дэниэл, ты вольный ходить по улицам и проповедовать свою религию. И также я могу проповедовать свою религию. Нет, ты не можешь. Важное уточнение. Ты не можешь проповедовать Библию. Возьми любую европейскую и светскую страну. Это статья о разжигании ненависти. В той же Финляндии кого-то посадили в тюрьму только за то, что они поделились цитатой из Писания. Значит, они сами себя позорят, если наказывают людей за такое. Это разжигание ненависти. Да, есть такая статья. Нет, послушай, как светские люди это оправдывали? Либеральное общество считает, что эти цитаты полны нетепимости. Их нельзя распространять. В этом и суть. Я не хочу, чтобы правительство имело такую власть над людьми. Потому что оно неизбежно становится коррумпированной и начинает подавлять людей. Я не хочу такого от светских людей. Я не хочу такого от мусульман. Я не хочу такого ни от кого. Это очень просто. Не мешай мне. Дай мне говорить то, что я хочу говорить, пока я не призываю никого к нетерпимости. Ты говоришь, они тоже так делают. Вот и отлично. И мне не нравится, когда они так делают. Когда так делают мусульмане, мне это тоже не нравится. Если христиане так будут делать, мне это не понравится. Получается, что ты хочешь, чтобы над христианами доминировали? Это значит... Нет-нет, это не так. Я хотел бы, чтобы правительство не доминировало над нами. Поэтому тебе нужно светское либеральное правительство. Ты спрашиваешь меня, какое правительство я бы предпочел. Я бы точно не предпочел такое правительство, которое угнетало бы меня и говорило мне, что я не могу, например, проповедовать Евангелие или что-то в этом роде. Я согласен на короля, если он хороший король. Я согласен с демократией, если у правительства достаточно хорошо информированные люди, которые не спешат нас, как чокнутых, и так далее. Так что я согласен на любое правительство. Мне не важно, кто правит, Дэниел. Как можно критиковать? Я на такой позиции. У меня нет какого-то конкретного представления о правительстве, которое я хотел бы навязать миру. Ты говоришь, Дэвид, какое правительство ты предлагаешь? Я не хочу никому ничего навязывать. Нет, подожди. Ты не можешь критиковать ислам и исламские законы государственного управления, если у тебя нет альтернативы. Какая у тебя альтернатива? Я говорю, ислам лучшая альтернатива. Ислам лучший вариант. А ты говоришь, нет, он не подходит. Какая у тебя альтернатива? Понятно, что в твоей альтернативе у христиан нет власти. Ислам, да, в нем есть дискриминация, но на самом деле это дискриминация, которая более благоприятна для христиан. И буквально нет ни одной альтернативы. Не существует буквально ни одной альтернативы исламскому закону, которую Дэвид мог бы предложить, которая бы была лучше для христиан. Вот почему ты барахтаешься, Дэвид. Ты не можешь привести меня в пример, и даже говоришь, что не обязан предоставлять никакой альтернативы. Хорошо. Очевидно, получается, что нет буквально ничего лучше исламского права из известного тебе. Если кто-то в исламском государстве оставит ислам и обратится в христианство, вы казните его. Ты не понимаешь, почему я думаю, что это на самом деле хуже либерализма. Ты знаешь историю секуляризма? Знаешь, сколько христиан во всем мире было убито во время французской революции атеистами? Вот она, светская власть. Да, это ужасно, согласен. Какая у тебя альтернатива? Да нет, послушай, послушай меня. Мой аргумент такой. Тот вид дискриминации, о котором ты ноешь, вот это дискриминация, понятие фундаментальное. Это то, что присуще любой государственной системе. И современная светская система дискриминирует и преследует христиан гораздо жестче, чем все, что когда-то делал ислам. И история секуляризма была гораздо более жестокой в преследовании христиан, чем все, что было сделано при исламе. Что насчет отрицающих? Как по-твоему, отрицающих холокост нужно запретить? Я хочу посмотреть, какова степень твоего абсолютизма в свободе слова. Что ты думаешь об отрицающих холокост? Нет, нет. Я думаю, надо... Я думаю, их надо ограничивать. Я думаю, их надо определять как тупых. Как-то так. Я не совсем... Я не... Я не... А как насчет правительства? Как насчет государственной политики, согласно которой если ты отрицаешь холокост, или, скажем, ты член ККК, или неонацист, или расист, но ты не можешь работать в правительстве, не можешь занимать государственные должности, тебе запрещено занимать эти должности. Ты согласен с этим? Я должен подумать еще раз. Дэниел, я не... Итак, неонацисты... Неонацисты могут занимать официальные посты в правительстве, по-твоему? А, нет. Я имею в виду, что... Я просто хочу понять, какие убеждения... Какие убеждения ты мог бы подвергнуть дискриминации? Потому что говоришь, что открыт для всех убеждений, и не должно быть никаких ограничений против каких-либо убеждений. Да как же неонацистские убеждения? Как же ККК? Ладно, так в твоем идеальном правительстве. Дэниел, это такая простая тема. Вот почему это происходит во многих дебатах? Не перебивай меня, Дэвид. Дай мне закончить свою мысль. Во-первых, ты сам разве не зимий? Скоро, может быть. Дэвид, не волнуйся, не торопись заявлять. Это еще не конец дебатов. Мы еще не знаем, будешь ты моим зимиям или нет. Мы очень рады сообщить вам о выходе книги Дэниеля Хакикаджу «Современные вызовы исламу», которые критикуют современные измы, нападающие на ислам в наши дни. Либерализм, секуляризм, феминизм, материализм, сайентизм. Все эти идеологии получают широкую популярность на землях мусульман. И цель этой книги – вдохновить умму отражать их атаки и научить еще больше ценить ислам как религию истины, религию мудрости, рациональности и религию любви к Аллаху и покорности ему. Заказать вы можете по ссылке в описании. Ответь на вопрос. Приемлемы для тебя неонацисты, члены ККК? Люди с такими убеждениями – откровенные расисты, которые не проявляют насилие и просто поддерживают идею превосходства белых. Ты допускаешь, что они могут занимать важные посты, государственные должности и имеют право проповедовать идею превосходства белых? Я думаю, у вас самих есть такие люди, которые не так уж далеки от этого, и особенно в Европе. Это не ответ. Так ты относишься к ним или нет? У вас есть такие люди, которые недалеко. Так ты считаешь, что их надо ограничить или нет? Нет. Ты слишком упрощаешь. Если ты хочешь править... Послушай, если ты хочешь править над людьми, тебе нужно будет описать политику, которой ты будешь придерживаться, показать, как она будет реализована, чтобы ограничить определенных людей с определенными взглядами. А если эти законы... Вот в чем вопрос. А ты просто болтаешь и уходишь от ответа. Если эти люди... Я должен видеть политику. Не надо понять политику. Тебе надо видеть политику. Она такая. Неонацисты и сторонники превосходства белой расы не могут занимать государственные должности в правительстве. Они не могут быть учителями в государственных школах. Правительство говорит только так, да? Никаких неонацистов, да? Никаких неонацистов, никаких ККК. Я думаю, это должен быть более общий вопрос. Надо, если ты придерживаешься взглядов... Если ты придерживаешься взглядов в правительстве, призывающих к расовому превосходству одной группы или чего-то в этом роде, опять же, я не знаю, как ты это делаешь. Тебе придется... Не то, что ты просто решил и заявил, что эта группа магическим образом запрещена. И снова, это совершенно абсолютно полностью не имеет отношения к теме диспута. Нет, имеет. Это имеет прямое отношение к теме. Нет, 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 нет. Не пытайся ускользнуть от ответа. Не пытайся выдумать 5000 гипотетических сценариев о правительстве и о том, как ограничить нео-психов. Требует ли ислам жестоких преследований христиан? Следуй теме. Ты сам заговорил о кощунстве. Это кощунство. Согласно секуляризму, это кощунство. Это кощунство. Ты перебиваешь меня. Не перебивай. Позволь мне указать на несоответствие, чтобы ты это понял, и чтобы аудитория это поняла. Ты сам начал с того, что не хотел бы ограничивать каких бы то ни было людей на основании их убеждений. Так что, по-видимому, ты хорошо относишься к мусульманам, индусам и даже услугам сатаны в правительстве. Ты хочешь, чтобы у всех были равные шансы попасть в правительство. Затем я спросил тебя о ККК, неонацистах и сторонниках превосходства белой расы, и ты сказал, нет, нет, мы должны наложить ограничения на такого рода убеждения. А это уже означает, что ты больше привержен светским и либеральным идеям о кощунстве и границах приемлемого, чем христианству, твоим собственным христианским народом и христианским ценностям. В этом противоречие твоей позиции. Прямо, прямо сейчас, прямо сейчас христиан уже достаточно. Я имею в виду, христиан 2 миллиарда человек. Мы составляем треть населения, и мы занимаем одни из самых могущественных стран, которые когда-либо видел мир. Я не вижу, чтобы многие христиане говорили, эй, нам нужно выйти. У христиан сегодня нет никакой силы. У власти либеральные атеисты, а не христиане. Христиан сажают в тюрьму за цитирование Библии. Христиан называют домашними террористами, когда они ходят в местные школы и требуют, чтобы их детей не учили сатанизму. Вот такая реальность у христиан. Я удивлен, что ты пытаешься защитить современный либеральный секуляризм. Это шокирует. Нет, мусульмане тоже не у власти. Вы, ребята, при этом еще говорите о том, чтобы завоевать мир. Я признаю это. Я это признаю. Я честен в этом честности исламы. Ты говоришь, что честен об этом, потому что на самом деле это часть твоей религии, так что это не выбор. Это часть твоей религии тоже. Это не заложено в мою религию, чувак. Да, это так. Есть ли у тебя моральные возражения? Иногда Бог просто хочет, чтобы верующие участвовали в захватнической войне? Ты признавал это в ходе наших предыдущих дебатов. Там ты... Здесь ты искажаешь то, что я сказал. Хорошо, вот твое заявление. Иногда Бог просто хочет, чтобы верующие участвовали в захватнической войне. Иногда в истории человечества было. Может быть, не сейчас, но в определенные моменты истории Бог хотел, чтобы верующие участвовали в захватнической войне. Это правда. Верно? Иисус хотел этого в какой-то момент, как свидетельствует об этом Библия. Да или нет? Скажи это. Я говорю то, что думал. Я ясно дал понять. Скажи это, Дэвид. Скажи уже. Нет, нет, потому что ты искажаешь все, что я говорю. Библия, так говорит Библия. Иногда Бог хочет, чтобы верующие участвовали в захватнической войне. Ты имеешь в виду иногда это сейчас? Сейчас? Нет, не сейчас. Я этого не говорил. Иногда, в прошлом. Позволь мне объяснить, потому что я подумал об этом. Поскольку я думал, я думал, что это совершенно ясно, хотя это абсолютно не имеет отношения к теме диспута. В христианстве нам заповедано любить всех, чтить всех людей. Это то, что нам было велено. И вы чтили, покоряя? Ты указываешь, нет, это то, что нам сказали. Мы не чтим людей, покоряя их. Сейчас ты делаешь то же, что делал с определением слова преследования. Ну, это все просто. Вы любите людей, убивая их. Любите их, убивая. Это Августин сказал. Слушай, мы не такие. Мы не в том положении, чтобы говорить такие вещи. Но это сам Августин сказал. Если нам, если нам скажут жить там... Ты можешь пройти по всем контекстуальным точкам, по каким захочешь. Никаких проблем. У меня нет проблем с этой контекстуализацией. Я называю это волшебством реинтерпретации. Ты на самом деле многого в этом добился, Дэвид. Так что нет проблем. Делай это хоть весь день, но дело в том, что у вас нет никаких моральных возражений против захватнической войны, против джизьи, наказания богохульников, против убийства еретиков. У вас нет проблем в возражении против этих вещей. Нет никаких. Потому что Иисус заповедовал это в Библии. Всякий раз в истории, когда христиане получали власть, независимо от того, что Дэвид с его волшебным толкованием говорят, они жестоко преследовали и подчиняли. Они убили больше всего людей за последние 200 лет, как религиозная группа. Больше всего. Христиане. Так что это имеет прямое отношение к дискуссии. Потому что, учитывая эту реальность, да, мусульмане будут проводить определенную политику, которая будет пытаться ограничить христиан в их исламских странах. Потому что они не хотят, чтобы их убивали, как эти христиане делали на протяжении всей истории своего существования. Потому что мы утверждаем, что Иисус — Сын Бога. Нас нужно заткнуть, навязать статус земли. И с кем атакова, мы можем либо принять ислам, мы можем отказаться от своих прав, по крайней мере, публично, провозглашать Евангелие, или нас могут убить. Так что это, очевидно, жестокое преследование христиан. Типа, эй, мы должны жестоко починить себе этих людей, чтобы они не говорили, что Иисус — Господь. Ислам не притесняет христиан за то, что они проповедуют свою религию. Ахлюль-Китаб, Ахлюзимми — это защищенный народ. В исламском государстве им разрешено проповедовать свою религию в своих церквях и синагогах. Им разрешено воспитывать своих детей как христиан, как богобоязненных христиан. Ислам не запрещает христианам внутри исламского народа учить троице или любому из подобных верований. Так что это уже искажение от Дэвида. Если вы посмотрите на мусульманские общества сегодня, вы увидите христиан, которые преподают Библию и учат троицы. И во многих из этих мусульманских обществ христиане на самом деле преуспевают в социальном плане. В Египте самая богатая египетская семья, которая стоит во главе строительной компании — христиане-копты. На протяжении всей этой дискуссии Дэвид не ответил ни на один вопрос, который я ему задал. Элементарные, самые простые вопросы. Думаю, даже христианская аудитория, которая смотрит диспут, рвет сейчас на себе волосы, вопрошая, почему Дэвид, например, не может сказать, хочет он или не хочет, чтобы неонацисты занимали государственные должности, или следует сдерживать и ограничивать такие убеждения. Он не ответил даже на такой простой вопрос. Он не ответил на просьбу назвать хоть одну систему, которая не дискриминирует религиозные меньшинства. Ни на один. У Даниэля нет моральных возражений против алкоголя, потому что Бог иногда разрешил пить. Есть ли у тебя тогда моральные возражения против абортов, раз уже Бог разрешил их раньше? Если Дэниэл действительно хочет знать, если бы я устанавливал правила, ох, из-за этого у меня возникнут проблемы с большим количеством людей. Если бы я действительно устанавливал правила и был королем мира, я сделал бы аборт вне закона. Я бы не стал доверять системе, в которой христиане доминируют и навязывают христианство. В которой христиане доминируют и навязывают христианство. В которой христиане доминируют и навязывают христианство. Спасибо.